Привет, народ! Добро пожаловать на наши посидеточки, место, где мы обсуждаем разные сериальчики. Сегодня мы говорим с вами про сериал Пацаны. Я посмотрел вторую и третью серию, догнал. Обзор будет один, так что берите чай, берите путерброды. Видео, наверное, получится невдолбенно длинное, но, по крайней мере, пока я буду в отпуске, вы не сильно будете за мной скучать. Итак, поговорим. Второй эпизод назывался The Only Man in the Sky. Только один мужчина в небе, может быть. И тут, знаете, столько тоже отсылок. Хомлендер, у него включается вот этот вот не режим Бога даже, а комплекс Бога, да. Он себя сравнивает с Христом. На секундочку вообще. Это вообще у человека уже, это вот звездочкой, кого надо было называть. Вот у кого звездная болезнь появляется. Классная серия. Классная. Из вот этих вот трех эпизодов, вот это, конечно, супер. И третья серия интересная. У нее много сюжетных моментов. То, что заполняет лор. Ребят, я люблю вообще, когда сериал это не только акшен-акшен. Конечно же, акшен это классно. Конечно же, визуальные эффекты это классно. Здесь кое-что было крутое, кое-что. Ну так, видно было, что графон там пытались склеить, но оно не склеивалось. Кстати, если вы вдруг еще не посмотрели серии, будет полно спойлеров. Особенно с этим, с осьминогом, это вот тот момент, где видно, что ребята, работающие в компьютерной графике, не хватило чуть-чуть денег склеить этого осьминога с лицом подводного глубины. И это серия Барбари Коуст. Это побережье, там отсылочка историческая идет к этому. Итак, погнали. Тоже пишите, как вы думаете, какие из этих серий самые ваши любимые. Ждете ли вы четвертую серию или нет. Итак, день рождения у этого. Я прям чувствую себя немножко хомлендером. Знаете, он ходит кругом и говорит, а вы знаете, что у меня день рождения? А вот вы знали, день рождения у меня, да, день рождения. Ну давайте, поздравляйте, поздравляйте. Точно так же у дяди Вовы, в десятый раз расскажу, что дяди Вове 8 июня 40 лет. И дядя Вова едет в отпуск, отмечать в Сиэтл. Если все будет хорошо, господи, пожалуйста. Мне так нужно немножко отпуска, пожалуйста, пожалуйста. Так вот, и тоже можете меня поздравлять. Петь не надо с подтанцовкой вроде как это, Марлин Монро. Можно без подтанцовки, можно просто написать. А можно еще, если в вашей стране отправляется донат, можете и донат отправить под этим видео. Мне на какую-нибудь вкусняшку. А если нет, то не страшно. Можете просто кучу смайликов поставить. И вот хомлендер ходит всем, рассказывает. Пришел к своей этой подружке с одной рукой, которая в сбивалку. Пришел и говорит, глупышечка, у меня день рождения, давай поздравляй меня. А она лежит овощем, бананчиком. Прикидывается, что она его не слышит. Но смотрите, она понимает, что вот в этом обрезанном состоянии от нее толку мало. Она ничего не может сделать, но она понимает, что по-своему он к ней привязан. Он вообще, ему нужна любовь, да? All you need is love. Love is all you need. И вот ему нужна эта любовь. И от всех, от окружающих. И ему вот эта женщина, нацистка, которая проявила к нему любовь. И вот ему может кажется, что он и не найдет больше никого, в кого он сможет вот так вот влюбиться. И кто полюбит его. И вот он около нее все ходит. На публике от нее отказывается. А на самом деле приходит, проводит с ней время. Она для него почти, что как это, томогончик какой-то. Но она понимает, что если словами она не может его заставить ничего сделать. Единственное, что прошел бы год, два, три, он бы забыл ее. Он бы забыл. А сейчас, пока еще сильна эта привязанность, она понимает, что то, чего она может добиться, это просто толкнуть его достаточно сильно, чтобы он переступил эту черту. И крыша конкретно ку-ку поехала. Вместе с кукушкой, с курантами и со всем на свете отчалила. И вот она поэтому, поэтому она сейчас сначала прикидывается такая невменяшка. И она понимает, что это нужно сделать на его день рождения. Потому что это вот будет самый такой яркий момент. Когда он ожидает, что ему нужно как можно больше вот этого внимания. И тоже отчасти перетащить это внимание на себя. Это поможет вот больше всего создать вот этот вот эффект. Об этом говорится в эпизоде. Не бойся создать волну. Пустить волну. Это чисто американское выражение, что пустить волну это как наделать шума. Еще есть выражение, колесо, которое скрипит, только то колесо, которое скрипит, получает масло, смазку. Тоже есть это выражение, пословица на русском языке. Ну, американское выражение. И вот об этом и говорится, что нужно создать вот эту волну, какое-то движение. И она понимает, штормфронт, вот это штормовой фронт, она понимает, что это единственный способ ее держат под капельницами. Она ничего себе сама сделать не может. Одной рукой себя тоже задушить никак не может. И поэтому она же вот это себя убивает тем, что она откусила язык. Ужас. Ужас какой-то. Утонула или подавилась своим собственным языком. Или захлебнулась от того, что вот где нянечки были. Где нянечки были, когда там пищать машинка начала. Ну, не знаю. Ну, в общем, он пришел. Она прикинулась недвижимой неваляшкой. В это время влюбленная наша парочка. Все еще конфликты, все еще накал страстей. Но он, по крайней мере, ей рассказывает, что Виктория, все, что он увидел около того мусорного бака. Сейчас я, конечно, чувствую себя немножко идиотиком, делая предположение, когда только посмотрел первый эпизод. Поэтому я, наверное, и посмотрел второй, третий, чтобы сделать обзор сразу. То есть сейчас начну строить какие-то теории. Вы сидите, блин, дурак, твистер, посмотрите третий эпизод. Там уже все-все объяснили. И так же и здесь уже про Red River, что это на самом деле интернат для детей, уже все объяснили. А я сижу, думаю, может, это какая-то лаборатория, может, какие-то там научные эти. Но они договариваются, что он возьмет больничный, никуда не будет ходить, никуда не будет влазить. И чуть позже они вместе займутся этим вопросом. Так, отключите компьютер, чтобы он мне не пикал. Ну, мы понимаем, что он просто так дома сидеть не может. День рождения, что там готовятся выступления. Мне жалко так этого пацанчика отчасти, что Хомлендер, во-первых, заставил его петь песню. Ты знаете, как у «Руки вверх» есть постоянная песня. «Забирай меня скорее, увози за сто морей и целуй меня везде 18 дней уже». У этого песня примерно такого же смысла. Тебе 16 лет, ты получила водительские права, поэтому ты можешь теперь ездить на моем мопеде. На моем рычаге управления. И он сам говорит, говорит, я, говорит, когда в школе учился, эта песня была дерьмовая. Говорит, а сейчас меня к школам пускать не будет, потому что звучит, как извращенец какой-то. Тебе 16 лет? Ну давай, поезди на мне теперь. Но тут столько тоже этих всяких разных отсылок. Тут прям жесткач кругом. Этот, оказывается, знает, что для того, чтобы пробиваться по карьерной лестнице, помните, как в самом начале эта глубина заставила на флейте играть? А что ж, оно все блымает. Я ж вроде отключил. Вроде отключил, а что-то оно все блымает, и я сейчас сделаю экзит из этого. И как заставил ее на флейте играть? Глубина, звездочку. Точно так же, оказывается, там какой-то директор, судья, играл на дудочке у этого. Суперсоника. Только для того, чтобы он продвигался по карьерной лестнице. В этом шоу-бизнесе все друг другу играют на флейте немножко. Теперь. И этот вроде бы как у него мастер-план. Он же хочет вот подтянуть под себя одеяло, да, над всеми манипулировать. А звездочка, наконец-то, вроде показывает свои яйца, но не на так долго. Недолго музыка играла на ее улице. Вроде бы там дядя-босс встал на ее сторону даже немножко. И что разозлило? Хомлендером. Мы узнаем, что молоком матери, наконец-то, понимаем, что же именно случилось, почему он за солдатика, вот такая у него неприязнь, потому что, оказывается, солдатик в свое время, когда пытался поймать каких-то преступников, во всем этом погибли его родные, его семья погибла. Но так как это происходило давно, я так понимаю, что это были его родители. И он никак не может это отпустить, поэтому он за этим следит. Поржался вот этого. Это чисто такая американская история. Ребята, это же сейчас, может, вы слышали, не слышали, большая война идет... Господи, сказал это слово, сейчас пролетит мне с этого, от Ютуба. Идет большое разногласие между правительством Флориды и Диснейлендом. Диснейленд сделал у себя вот просто там стенды со всякими там радужными флагами. У нас сейчас, ребят, между прочим, это месяц гордости. Июнь месяц в Америке это месяц гордости, когда гей-парады проходят седла. И об этом сейчас абсолютно кругом и флаги развешаны. До этого были украинские флаги развешаны. Сейчас весь июнь прям не знают, не знают, за какое место тут в Америке какой флаг вешать. Ну, в июле вывешивают американские флаги везде. Но в июне обычно это радужные флаги. Все компании там у себя меняют. И в Диснейленде у них вот просто там все больше и больше стали накручивать вот это радужные флаги. Это ж вот. И с этого даже смеются. Даже не. Вот мне, как представителю ЛГБТ-сообщества, да, конечно, приятно. Такая инклюзивность, что всем гомофобам немножечко неудобно выходить на улицы на протяжении целого месяца. Потому что кругом радужные флаги висят, что это их немножко раздражает. Но с другой стороны я понимаю, что это сделано настолько чересчур. Это столько маркетинговый ход. Это точно так же, как в декабре там. Даже весь ноябрь практически. Весь ноябрь и декабрь это Санта-Клаусы кругом. Там звездочки, снежинки, мешки с подарками. Что вот нужно продавать. Продается, продается, продается. Все благодаря этому. Сейчас, сейчас, вот в июне, это все построено вокруг Прайда. И у нас, допустим, настолько большая инклюзивность, что даже люди натуралы, да, ой, радужно, красиво. Все украшаем, поддерживаем футболочки, флаги, все там кепочки, все все покупают. И все это раскупается, все продается. И в Диснейленде тоже, ну так, ну нам надо, что же на этом рубить бабки. И там уже все, и шапочки, как с ушками Микки Мауса радужные стали появляться. И там тоже футболки с Микки Маусом, Диснейленд весь радужный стал появляться. И, а во Флориде, там решил заработать некоторые очки с губернатор. И он сказал, нет, давайте в начальных школах вообще не произносить слово гей. Вообще не будем произносить это слово. Ну и там, короче, у них целая заварушка началась. А Дисней говорит, а мы все равно будем делать у себя. К нам дети приходят, а мы будем. А он говорит, ах, а тогда мы вам, у вас заберем право. У Диснея вообще было свое чуть ли не мини-государство, мини-управление внутри штата. Они такие, ну ладно, забирайте. Типа, он говорит, ну тогда вы будете слушаться нас, будете действовать по нашим законам. Вы не можете говорить детям вот такого-то возраста слово гей не можете произносить. Они говорят, ну ладно, хорошо, если вы не хотите, чтобы мы были своим типом мини-таким государством, мы будем слушаться вас. Но тогда все наши расходы падают на вас в плане полиции, медицины. До этого что было в Диснея Ворлде? Может, вы не знаете, может, нет, перемотайте это, если вам не интересно. Но в Диснея Ворлде, Диснея была своя полиция, у них свой был почтовый индекс, у них была своя почта существовала, у них там свой госпиталь существовал. И это все оплачивалось, обычно это оплачивается за деньги штата. А тут для того, что Дисней Ворлд не хотел обременять Флориду, и они сами это все дело оплачивали. Полицию, все такие там какие-то, ну, электричество, вода, понятно, любой бизнес оплачивает. Но полиция, пожарные, все это, все эти дела, всегда это было на счету, всегда это на счету штата. У Диснея были особенные права, а губернатор Флориды решил так сделать. И из-за этого у людей, которые живут около Диснейленда, им подняли налоги почти что на 100 долларов в месяц. На 100 долларов в месяц у них выросли налоги. И там так смешно было смотреть сначала, вся вот эта толпа. Да, давай, губернатор, давай вперед, сделай, накажи этот Дисней, накажи. А потом, когда они увидели, что теперь у них счета будут на 100 баксов больше в месяц приходить, потому что из их налогов теперь надо платить за пожарку, за госпиталь, за полицию для Диснейленда. Там же поток людей постоянный. Ну, короче говоря, не-не-не, пускай они будут самостоятельные. Но здесь немножечко поржали, что вот такой вот небольшой райончик. Здесь wok-wok, это лапша, лапша для прогрессивных, потому что это wok-culture сейчас в Америке, вот очень об этом говорится. Потом здесь BLM, BLT, BLM это Black Life Matter, естественно, вы знаете про это движение. А BLT это такие сэндвичи, это такой бутерброд в Америке очень популярный. Он состоит из, это Bacon Latest Tomatoes. Ты берешь хлеб, на него мажешь майонез, ложишь, как всегда дядя Вова пропожрать. Ну, куда ты денешься? Ну, никуда ты не денешься, то лапша, то теперь бекон. Но это такой вот известный американский бутерброд, называется BLT. Хлеб, майонез, на нем бекон, потом Latest, это такая листочки капусты, которые, знаете, в гамбургерах, в Макдональдсах используются. Ну, помните, такие были в РФ-ке были Макдональдсы. Вот, и там Latest и помидорка, и второй кусочек хлеба с майонезиком. И вот это вот самые известные такие бутерброды в Америке, BLT. Вот это ж они обыграют. Вообще, я, конечно, поржал, здесь столько маленьких вот этих вот спрятанных шутеек, как они обыгрывают. И сам вот этот вот американский парк развлечения, где ты выдаиваешь деньги абсолютно за все. Во-первых, входной билет стоит невдолбенно дорого в Диснейленде. В последний раз, когда мы были, 120 долларов за человека входной билет. Кататься ты можешь сколько угодно. Но вот они говорят, ты, говорит, действительно хочешь простоять 3 часа в очереди ради 3 минут удовольствия. Так и есть. Ты платишь за входной билет, и тебе нужно стоять в очереди. Некоторые люди платят 250 долларов там за скоростной какой-то пропуск. Это вторая линия. Но там тоже эта очередь не сильно быстрая. Если ты по простому билету, ты там стоишь часами в этой очереди для того, чтобы прокатиться немножко. Ну, это так, американские парки так устроены. И потом там вся еда дорогущая какой-то, вот там сфотографироваться с какой-то звездой, тоже какой-нибудь персонажем, аниматором, да, аниматоры называются, которые одевают на себя костюмы. Тоже выстоять в очереди. Все бесплатно. Еда платна, а все развлечения бесплатны. Но на них надо выстаивать сумасшедшие очереди. Ну, они пришли, вот этот вот же Шпарк, Волк, и отправились посмотреть про солдатиков фильм. И оказывается, на протяжении, там, последних 20 лет, вот эта алая графиня, отсылка к алой ведьме, да, поет песню, выстреливает солнышком в зал звездочками. У нее, я так понял, сила примерно как у звездочки. По крайней мере, я так понял. И тоже, знаете, вот это такое высмеивание вот этого тупизма, знаете, когда есть одна какая-то звезда, она выстрелила, там, может, с какой-то одной песни, или вот где-то выступает, там, на каком-то Бродвее, и она снимает непонятную хрень, и вот главное, чтобы это поддерживало какую-то большую повестку. Вот она поет, шимпанзе не плачут, это вот эти вот грустные мордочки шимпанзе, что чисто физически они плакать не могут, но они переживают все это внутри себя. Это настолько замечательный стёб над вот этой американской культурой, где очень многие звезды пытаются выехать чисто на теме, там, Гринписа или еще какой-нибудь фигни. Просто вот зарабатывают себе популярность, чтобы где-то в рейтинге... На самом деле, может, все и нахрен эти шимпанзе не сдались, да? Но вот просто спеть на эту тему, «О, всё, это значит ура!» Вот это вот, это часть американской культуры, где, особенно вот это последнее время, культура отмены, культура волк, это всё настолько приобрело карикатурные даже поступки и последствия, и как бы все это понимают, но все движутся по вот этим вот рельсам. Не, ну, смотрите, это тоже и плюс, и минус Америки. Всегда здесь бывало... Были хиппи-культура, была одна культура, было то популярно, было это, и... и это переживем, и это переболеем. Ничего страшного. Потом появится что-то другое, и тут же всегда волнами. Главное, чтобы не было нового этого, как Эры Маккартни, да, или кто там коммунистов высчитывал. И тут, кстати, прикольно так тоже поржали про этого солдатика, что именно он предоставил список коммунистов, которые прятались в Америке, потому что это же был этот чёрный список, когда увольняли из Голливуда всех неугодных. Вы думаете, что, только в этом, в СССРашке была такая проблема, когда всех неугодных, кто-то мог взять трубочку, позвонить и сказать, а я думаю, что он иностранный агент, потому что его двухкомнатная квартира слишком рядом с моей, и я не против, чтобы моя однокомнатная стала трёхкомнатной. И всё, приехал чёрный воронок, и до свидания. А в Америке было так, ага, нужна у этого хорошая работа, ну-ка, сейчас позвонил, алло, коммутаторская, я думаю, мистер Джонсон коммунист. И всё, и всё, сразу уволили, и можем идти на повышение. Ничего, и его культуру тоже переживём. Главное, чтобы всё было в здравом равновесии. Но тут они с либералов поржали, сейчас поржём ещё немножко с республиканцами, сейчас это тоже будет, не переживайте. Здесь же что же? Продолжают троллить, что этот же A-Train, паровоз, буковка А, он же не может уже быстро бегать, он пытается же оставаться актуальным. И он говорит, я теперь буду представлять Африку, я теперь буду к своим корням уйду. Даже его этот продакшн-менеджер говорит, слушай, говорит, я не верю, это дурня какая-то, ты никогда не относился, это ж, смотрите, сейчас, сейчас та же самая фигня происходит отчасти, отчасти, так, ребята, в меня с салом и шкварками, пожалуйста, не бросаться, сейчас кто-то скажет, о, Твистер, ты точно такой же сейчас. Нет, ребята, кто у меня на канале давно, вы не знаете, что у меня. И флаг всегда был украинский, каждый, каждый день незалежности я отмечал, и у меня вышиванка была, я фотографировался вышиванки со всеми делами еще до того, когда началась война. Но сейчас, сейчас очень многие просто вот резко стали украинцами, даже те, кто, те, кто и не был там вот, где-то вспомнил, где-то в прабабушкиной, там в троюродном дедушке кто-то был украинцем, все сейчас вот это вот, все, все очень популярно. И очень многие вот на показушность, это хорошо, опять-таки, ребята, это хорошо, когда поднимаются голоса, когда люди говорят, когда не стесняются, когда поддерживают Украину, это хорошо. Но я всегда был против показушности, против в любом, в любом вопросе, допустим, в том же самом Оскаре, да, я всегда говорил, что Ла-Ла Ленд намного лучше фильм, чем Мунлайт, только потому, что он про темнокожих и ЛГБТ, это не значит, что этот фильм сразу стал лучше, понимаете? Ну, короче, и здесь же, что этот же Эй Трейн пытается оставаться популярным, и теперь говорит, так, ну, как я могу, я ведь темнокожий, я могу на ЭДМ сыграть. его продюсер говорит, ты никогда, никогда себя вообще с темнокожими даже не ассоциировал, не боролся за права, а теперь просто вот хочешь заработать на этом какие-то очки. Ребята, вот смотрите, если вы гей, ну, будьте вы открыты геем, если вы на самом деле поддерживаете кого-то из ЛГБТ, ну, поддерживайте вы это с любовью, а не только в июне месяце. Если вы любите Украину, если у вас есть украинские корни, поддерживайте, любите Украину всегда, а не только с 24 февраля, и не только до, когда у нас там Путин сдохнет. И, ну, всегда, всегда оставайтесь верны вот этому своему призыву. Если вы феминист, ну, будьте вы феминистом всегда, а не только когда пытаются отменить аборты. Если вы боретесь за права шимпанзе, так вы боритесь за эти права всегда, а не только когда это становится популярно, хэштег защитим неплачущих шимпанзе. Я надеюсь, вы понимаете, о чем я говорю. Ой, чувствую, сейчас разозлил, полно, полно народу. Ну, надеюсь, если вы знаете дядю Вову давно, вы, вы поняли, какой смысл я пытаюсь донести. Теперь прикольный момент. У нас Хьюи пришел вот этот Red River в приют. Оказывается, оказывается, Виктория, которая же Надя, она из этого приюта. Приют с детьми, у которых есть способности. Ну, смотрите, почему мне нравится смотреть сериалы на Амазоне, как помните, мы с вами разговаривали, обсуждали сериал Колесо Времени, точно так же есть тривия, дополнительная информация. Здесь я бы пропустил совершенно, пропустил бы совершенно, это прошло бы мимо меня, если бы я не сидел, не читал тривию. вот этот вот мальчонка, который телепортировался, показывал там, вы знаете, кто это? Если не знаете, сейчас держитесь. Помните вот эту тетеньку, которая кормила своего ребеночка, у которой было много молочка, и она еще кормила хомлендера? Это ее сын! Там-там-там-там! Таким образом он успел избежать своей кары. Вообще прикольно. Такая себе небольшая пасхальное яйцо сюда спрятали. Ну, Хьюи пришел, ему нужно было просто добраться до компьютера, чтобы узнать, кто такая же это Надя, и он нашел видео, и оказывается большой босс, как его, Элай, да, или как? Он удочерил ее, и тут вообще становится такая многоходовочка, мы потом узнаем, что у нее же уже свои дети, она носится это почти как дедушка, и он играет свою большую игру, большую игру, что он может и конгресс там контролировать, и то контролировать, и это контролировать, и тут все становится намного больше интереснее. прожали мы сливаков, давайте теперь с провоков прожжем американский. Вот этот вот приспешник, мальчик на побегушках у солдатика, зовут его Порох, еще есть Порох в пороховнице, и он борется за права, за вторую поправку. Ребята, знаете, с чего мне смешно? вот вы подойдите к любому нашему роднеку, спроси про там первую поправку, про третью поправку, они знать не будут знать, а зато спроси про вторую поправку, ура, 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 кинг-конги все, никто не заберет мое право на оружие. Ребята, смотрите, сейчас Украина пытается сделать такую же самую большую ошибку, опять-таки, это большая тема и большая дискуссия в Украине хотят сделать пользование, разрешить пользование оружием. С одной стороны, говорят, вот это, если бы у меня было дома, пришли, я бы там отстрелился, я бы смог бы защитить свой дом, не было того, не было этого. Может быть, может быть, может быть, так тому и было. Если бы обучали людей, если бы люди ходили на стрельбище, если бы люди знали, как применять это оружие, может быть, может быть, но я просто боюсь с темпераментом украинским, если сейчас разрешить владение не только дома, но и ношение, где-то там дорогу не поделили, где-то тот кому-то что-то не уступил. Я не знаю, ребята, я не сторонник. Сколько есть стран, в Соединенных Штатах у нас больше всего всяких стрельб в школе и говорят, как защитить, чтобы не было стрельб в школе. Нужно делать более, ставить железные рамки на входе, нужно, чтобы только один вход был, нужна охрана. Что за дурдом? Зачем вооруженную охрану ставить в школе? Но сейчас просто это невозможно у американцев отобрать оружие. Это вот я не представляю, как это можно сделать. Ну, хорошо, оставьте вы охотничье оружие. Я даже не против, оставьте пистолеты, да, но не продавайте швы всяких калашниковых, елы-палы. Не знаю, ребята, я настолько, настолько против вот вот этого всего и вот таких, вот такие вот встречи происходят постоянно. Вот у нас недавно трагедия произошла в Техасе, да, и на следующий это верх цинизма, верх цинизма, когда два сенатора на следующий день выступали на вот такой вот конференции о том, что да, всем оружие, тебе оружие, тебе оружие, всем, всех все должно быть оружие. Сейчас пытаются как минимум сделать так, чтобы проверка была на кукуху конкретную. Если к тебе приезжала полиция, ты дома, у тебя были какие-то разборки, ты лишаешься права на оружие, сейчас у нас те, кто был заключен, не имеют права держать оружие, ужесточить закон по поводу продажи оружия по запчастям, потому что я уже где-то посидел, как, по-моему, рассказывал, у нас такой вот дурдом, вот как вы видели, да, вот такая конференция, этот заходит с оружием, стоит железная рамка, у него пи-пи-пи, зачем эта железная рамка вообще существует, если они все проходят туда с оружием, елые-палы, говорит, о, крутой пистолет, да, все, проходи дальше, и вот на таких конференциях стоят будочки, в одной ты покупаешь приклад, в другой ты покупаешь одну часть, еще другую часть, и в конце тебе выдают инструкцию, и ты без всякого разрешения, без всякого ничего, можешь купить себе такой конструктор лего, и собрать себе собственное, собственно, и типа, может не продали ему оружие, мы продали, вали запчасти, и все, ребята, здесь вот у нас обходят капитально этот закон, и вот таких вот долбодятлов у нас полно, которые кричат, сначала они заберут у нас оружие, потом они начнут учить, что конституция, это плохо, либералы захватят абсолютно все, там сидят дети, разукрашечка, сидят, рисуют, где-то мне взял этот кадр или нет, там подростки, мамаша учит, вот так, с прицелом, да, а потом, нет, я же не говорю, что абсолютно у всех кукуха летит, но, ну как можно 18-летнему ребенку давать право идти и покупать, который стреляет не одиночными, а стреляет очередями, ну что это такое, ну ладно, вставил свои 5 копеек, ну вот такого вот дурдома у нас, ребята, вот так, с головой и кепочкой, этот даже в туалет пописать ходит наперевес с оружием, и этот ему говорит, я знаю, что солдатик тебя там чпоки-моки и заставлял тебя делать разные вещи, и говорит, если что-то со мной случится, это все станет известно, но они пытаются узнать, что же именно случилось с солдатиком, как его смогли того, но это тоже порох, оказывается, не сильно сговорчивый мужик, прикольная, конечно, сцена с этим, с расчетом, его суперсила, что вот он может как, даже не порох, хорикошет какой-то, едва-едва Буча разбежал, но хорошо, дома у него эти капсулы находятся, теперь Хомлендер, у меня день рождения, но это не мое, мне даже придумали день рождения, по календарику почитали, в какое время это самое было выгодно, и вот это мне устроили день рождения в этот день, и тоже пришел спасать девушку, но потом его это все, он узнал про штормовой предел, и говорит, слушай, козюля, ты пришла сюда прыгать, прыгай, я сказал, прыгай, ну и это, заставил ее прыгнуть, она уже и передумала 300 раз, но тут, конечно, вот эта вся риторика, когда он начинает уже себя сравнивать с Христом, это вот, ну, прям видно, как, все уже, комплекс бога пошел на полную, едва тут не спалились с этой звездочкой, но он успел ей все рассказать, объяснить, и теперь решает, что же делать, как, как, как выкручиваться из этой ситуации, а он понимает, что нужно идти к бутчеру обратно, мы видим, что молоко мать, или тоже решает, что идти к бутчеру, потому что у него нервы не сдают, он на дочь срывается, ну, понравились мне взаимоотношения между ними, тоже огромный плюс, когда в сериале показывают, вот, не только постоянно акшен, 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 но есть вот такие вот моменты взаимоотношений, да, то, что и жена такая хорошая оказалась, говорит, я тебя понимаю, у нас с тобой ничего не получится, но тебе нужно идти, и пока ты этим не справишься, дочка твоя будет здесь, она будет тебя ждать, мне понравилось, и этим там сопереживает, она хотелась на каруселях покататься, вспоминает о своем брате, о том, что мы хотели покататься, у меня забрали детство, и теперь сегодня, когда они там сражались с этой алой графиней, куча, огромная травма теперь у всех детей, после того, когда там аниматор разорвался на кетчуп, вот эти видосики, то, что Малой, помните, он всегда делал экранизацию фильма, потому что им-то никуда толком нельзя было с матерью выйти, и они делали маленькие фильмы из этих мини-фигурок, и это, скорее всего, мини-фигурка построена на ее последнем сообщении, которое она ему наговорила на телефон, и вот это у него осталось, и вот он сделал видюшку, ну, прикольненько сделали, ну, и Бутчер уже все, хлебнул первую из трех капсул, это примерно, наверное, как джин с тремя желаниями, мы увидим все три капсулы, как он будет использовать, ну, и, конечно, Пороху не повезло, раскроил его на части Бутчера, но в то же самое время уже Хомлендер у него полностью рухнула кукуха, и он рассказал все, что у него накипело, все, что на душе было, все высказал, что все не контролируют меня, если они могут контролировать меня, они контролируют вас, он рассказал вот эту речь, почему у нас в свое время победил Трамп, да, потому что он сумел сказать те вещи, которые большая необразованная масса, почему, например, тот же самый Путин так популярен, да, в России, потому что люди, которые живут в, там, в глубинках или еще где-то, или люди не сильно образованные, вот посмотрите, как мало образованных людей поддерживают, в России поддерживают Путина, очень многие, почему утечка мозгов происходит, почему айтишники, почему, допустим, люди, которых не смогли купить, да, они уезжают из России, когда видят, что прессу закрывают свободную, это закрывают, тут вот наглую лгут, и люди, которые не до конца могут думать и, или не хотят поверить, что наша армия, это же такая, чуть ли не святое было, которые сражаются с там, с нацизмом или еще что-нибудь такое, оказывается, что наша армия на самом деле нацисты, которые идут, насилуют женщин, убивают, мучают, оставляют тела на улицах, в это нельзя поверить, лучше поверить в то, что это какие-то в Голливуде сделанные видео, что это какая-то британская фигня все это сделала, но единственный такой вот факт, ваш президент говорил, что войны не будет, вторгаться не будем, что это идут учения, говорил, в наглую в лицо врал на протяжении сколько времени, а сейчас именно русские ракеты, русские бомбы падают на украинские города, вот даже если вот это, вот даже если вот это не помогает в голове у людей перещелкнуть и понять, что им врут, если они не могут это признать, то одно из двух либо они дебилы, которые не понимают, либо что им проще признать, что все вокруг все вокруг сплотились против Россиюшки и пытаются ее бедную несчастную загнобить. Точно так же Путин, точно так же Трамп сыграл на необразованных американцах, что вот этот вот страх, страх, что вот эти либералы злые, они хотят забрать наши свободы, хотят забрать наше оружие, хотят сделать то, хотят это, задавить, не позволить нам. И вот благодаря вот этому страху, что Путин, что там вот это большое страшное НАТО, они придут, я вам покажу Лукашенко, четыре направления, откуда будут на нас нападать. И этим покупают. Страх это огромная хорошая мотивационная машина. И точно так же благодаря этому Трампа выиграл. И точно так же и здесь Хомлендер говорит, если контролируют меня, они контролируют вас. Вот это вот он рассказал и его рейтинги сразу возросли. Потому что это популярная тема, особенно по статистике говорят, среди белых мужчин в таком-то таком-то возрасте. Потому что это ж, боже упаси, в Америке это самые бедные, несчастные, притесненные, белые, натуралы мужчины. Боже мой, они как шимпанзе, не плачут, бедные. Спасибо огромное моим спонсорам, которые поддерживают этот канал. Не знаю, после моей сегодняшней видюшки, наверное, еще половина откуда-то сбежит. Но, по крайней мере, я надеюсь, что мои спонсоры остаются и будут поддерживать. Спасибо. Спасибо. Вообще, делаю это не ради денег, делаю это ради вашей любви. Вот. Так что, поэтому переходим к третьей серии. 42 минуты? Ну, на час 20 наговорим. Почти по времени как эпизод, ребят. Да вам не скучно будет. Вот это, конечно, капец. Это еще очередная американская фигня. Называется Pigeon Show. Pigeon Show. Когда девочек маленьких вот это вытаскивают. У нас была Honey Boo какая-то там. Когда матери, вот это выстрел своих девочек, там, ой, ты ж моя красавица, ты будешь выступать, петь, танцевать, вот это продвигать. Мы знаем, что мать ее там двигала на протяжении всего детства. Детство у ребенка как такового не было. Мать заставляла ее делать, вот, осуществлять свою мечту. смотрел на днях посмотрел видео про Лазарева. Была в гостях у Шихман. И она рассказывала, как она видела, что родители там, какая-то передача была, со своими детьми приходят и сначала вроде там, ой, улыбается на камеру, а как только камера, то что ты, мы тебе говорили, там, сделай это, сделай то, а ты, и вот это вот нападение на детей, это не только русская история, это часто вот, когда всякие вот эти шоу талантов и родители вымуштровывают, ведут, как будто бы дети, их это какие-то дрессированные собачки или котики, а у детей же это, им кажется, вот, особенно в таком возрасте, кажется, невозможно, если я разочарую маму или папу, это все конец света для этого ребенка, и это такие большие травмы, когда родители пытаются через детей использовать, реализовать какие-то свои недостигнутые цели, это вообще, я не понимаю, поэтому, допустим, да, я хотел бы, чтобы мои дети были в театре, или это, баскетбол, Вовка играет, баскетбол, это совершенно так далеко от меня, но что я делаю, я хожу на баскетбол, поддерживаю, там, когда Вовка играет, это не мое, но я хожу, хор, терпеть не могу, когда дети поют, потому что, как правило, петь они толком не умеют, эти все хоры, это, это такое мучение для меня, вот мучение, честно, но я хожу, я поддерживаю, моя дочь, что хочет делать, и она этим занимается, я не проталкиваю свои идеи, нереализованные мечты, я не заставляю моих детей реализовывать их, я даю право своим детям выбирать свое собственное хобби, играть в игры, которые они хотят играть, смотреть фильмы, которые они хотят, мне так повезло, что, допустим, у нас есть доска, лучшие 100 фильмов, я говорю, я буду смотреть это кино, и у меня, мы тоже будем смотреть с тобой, и они смотрят, они смотрят у меня там Оскаровские фильмы, иногда бывает, я говорю, вот это кино, я бы настоял бы вам, советовал бы вам посмотреть, но я за руки, за ноги никого не держу, и иногда они могут посмотреть, а иногда не могут, иногда Линка может посмотреть, Вовка пойдет поиграет там в какую-то игру на баскетболе на приставке, либо наоборот, Вовко со мной посмотрит Лина с подружками будет Майнкрафт играть, И это совершенно нормально, ребята, если у вас есть ребенок, может быть я говорю сейчас непонятные вещи, может у меня в аудитории мало у кого есть дети, но пожалуйста не заставляйте ваших детей реализовывать ваши мечты. Это же эта бедная звездочка выступает на сцене и нам показывают как она вот это улыбается, ручкой машет, мама привет, Дима помаши рукой маме, а сзади за спиной кулак сжимает, просто вот чтобы вот сдерживать себя. И мне так понравилось, что вот мы с этого начали и этим эпизод и закончили, это была красота, отличный подход. Прикольный момент, что после этой речи у Хомлендера он поднялся среди реднеков, но говорит, это не сильно понравилось молодым интеллектуалам, которые живут в городе, но это ничего страшного. Из-за того, что вот вы вместе со звездочкой, вот ваши взаимоотношения, это все вообще доводит до самого высокого рейтинга, такого даже не было у Солдатика. Ну и конечно Хомлендер это захватил и мы видим к чему это привело в конце эпизода. Все собрались теперь под одной крышей, понятное дело у Бучера сейчас чувство вины, насколько он всегда был против этих супов, да, и тут он решился сам использовать этот коктейль. И мы видим, какой у него идет похмелье от него, какие побочные эффекты. Вот эта сцена кринжовая, когда Хьюи нужно было сломать руку, чтобы было все по правдоподобному, чтобы он мог оставаться дома. А тут у меня, конечно, я смотрел вот так вот, закрыв глаза, маленькую челочку, потому что как бы смотреть надо, но в то же самое время настолько кринжовая. Теперь мы видим дополнительную историю, которая объясняет, почему мы видим эту историю. Мы опять, смотрите, у меня было время, когда я хотел, прежде чем я пошел в киношколу, я хотел быть актером. Я пока жил в Крыму, я выступал на школьных там подмостках всяких, потом выступал в театре, играл Ромео, были у меня вот разные там выступления на сцене, стихи декламировал. Мне казалось, все, я пойду в Америку, я пойду завоюю Голливуд. Я помню, даже когда я приехал на свое 25-летие, я выбрал себе один день, думаю, я буду ходить по кастингам, и обязательно меня кто-нибудь заметит. Но я понял, что с моим акцентом я никогда, во-первых, не избавлюсь от акцента, моя внешность такая очень славянская, и так как от акцента я не избавлюсь, то есть это у меня будут роли либо плохого, играть какого-нибудь плохого русского, мафиозника или какого-нибудь там научного профессора. Я самое ближайшее, к чему я подошел, у меня были пробы, и я был один из пяти кандидатов. Такой сериал называется «Ай, зомби», я не знаю, вы смотрели или не смотрели, «Я, зомби», там про то, как девчонка, работающая патологоанатомом, она, если могла съесть кусочек мозгов, чих-то, она могла понимать воспоминания вот этого человека, кому эти мозги принадлежат, так как она работала в криминалистическом отделе, она знала, как, использовала эту силу для того, чтобы расследовать преступление. И вместе с ней там работал, нужен был иностранец с акцентом, подвижный, веселый, нестандартный, не типичный американский актер. И я был на двух прослушиваниях, записался, и я был в пятерке, в пятерке тех, кого должны были, и роль досталась не мне, досталась одному, он индийского происхождения. И он, вы его можете знать, если смотрели «Полночная месса», он еще потом, у него карьера пошла, он играл шерифа в «Полночной мессе» потом. Ну вот, это вот мое самое близкое приближение к тому, чтобы получить роль конкретно в сериале. Так, и я был настолько, я ходил в столькие пробы, столько записывался, записывался здесь, снимался в разных студенческих проектах здесь. А потом я понял, нет, мне ничего не светит, потому что если что-то и светит, то буду играть какого-нибудь, какого-нибудь мафиозника, или профессора какого-нибудь, или ученого. И я забросил. Слишком, слишком тяжело мне давались все вот эти вот моменты разочарования. Так вот, и вот тут же что же. У нас плохие русские были в этом. Очень странные дела. И тут снова, снова плохие русские. Опять мафия, опять какая-то там дурь. Этот встречается, Серж, со своей Мишель-подружкой. Она там встряла на деньги. И привели маленькая Нина. Теперь такие Нина, не Надя, а Нина. И у них там такие отношения с Сержем были. Они там друг друга... В пятую точку имели. Это вообще, конечно, интересно. В ошейнике она его держала. Ну, я думал-то это я. Спец-возвращение. Но, тем не менее, вот это Нина говорит, мне нужно, чтобы ты помог мне найти эту Мишель. И она ее отпускает. Звездочка, естественно, пытается спасти Суперсоника. Говорит Хомлендер с поехавшей крышей. Уходи, убегай как можно дальше. Откажись от кандидатуры. Придумай все, что хочешь. Но у него, конечно, разочарование. Он к этому шел всю свою жизнь. Позволял разным этим... На его флейте играть. Только для того, чтобы пробиваться вперед. Теперь мы узнаем такой интересный факт. Когда Бутчер мочил порох. Тот ему рассказал, что именно представительница ЦРУшница в свое время, в свое время, она была там, когда именно погиб солдатик. И что именно произошло. И вот она такой флешбек рассказывает. Мне понравилось, как они подобрали актеров молодых. Что на ее роль, что на роль Эдгара Босса. Про секретную операцию. Для того, чтобы поднять денег. Они на самом деле там занимались незаконной переправкой дыхательного порошка. И продавали его в малоблагополучных районах цветных. В белых районах не продавали, а только продавали в районах цветных. Тоже это такая. Продав подобно. Я не удивлюсь ничего, чему, если бы это было даже на самом деле правдой. Прикольно. Мне понравилось, как этих актеров подобрали. Похоже, вы же понимаете, да? Что это тот дяденька-босс из будущего. Вот это ж, когда он был молодой. Мы узнаем, как Блэк Наир выглядел на самом деле. Что он вообще хотел быть без маски. В этот момент был без маски, поэтому у него пострадало лицо. Наверное, пострадало какое-то там... Почему он перестал, потерял возможность говорить. Наверное, повредилась гортань или еще что-то. И вот они приехали на эту базу секретную и все рассекретили. Балбесы. Хьюи предупреждает звездочку. Говорит, что нам нужна твоя помощь. Тебе придется стоять под прикрытием. Он говорит, что Хомлендер теряет крышу. Теряет связь с реальностью. Он говорит, что нет, тебе нужно оставаться. Вообще, конечно, это тяжелый выбор. Я не знаю, как теперь Хьюи будет реагировать на финальную сцену. Этот поцелуй. Но что делать? Ей, если теперь нужно стоять под прикрытием... Шерлок хотел сказать. Штирлиц никогда не был так близок к провалу. А теперь ей нужно оставаться под прикрытием. Ёла-пала. Это продолжает рассказывать у того похмелье. Но она продолжает рассказывать историю прикольной сцены, конечно. Как этот человек-стрекоза в него попала ракетой. Мы знаем, что команда Месть состояла... Там было брат и сестра-близнецы-взрывчатки, Мегамозг, Стрекоза, Алая графиня, Блэк-Ноир, Порох и Солдатик. Что там тут Мегамозг мог делать? По-моему, я так понял, Он контролировал Пороха, Когда тут... Всех косил налево и направо. И в итоге Это потеряло 114 своих людей, А... Волк получил Харт-бланш Наделать все, что угодно. Но Говорят, Эта Алая графиня сказала, Что мы видели, Как погиб солдатик И его забрали на вертолете. Но может это... Те, кто трейлер смотрел, Мы знаем, что солдатик еще вернется. Но что с ним случилось? Либо парализовали, Либо это будет такая же история, Как в Марвеле С Зимним солдатом, Да, Когда его забрали В Россию И перепрограммировали его, Сделали Зимним солдатом, Сделали оружием. Посмотрим, Посмотрим, как это раскрутят, Но чем-то вот такой вот... Либо это только у меня, Может, у вас тоже, дайте знать. Такая вот... Такой привкус остался От ссылки на Зимнего солдата. Тело не видели? Не видели. Как разорвался, видели? Нет, не видели. Но знаем, что на вертолете Русские забрали. Я вообще не удивлюсь, Если может где-то Какая-то договоренность была, Может кто-то кого-то Слил или предал. Еще одна отсылка Тоже к последней... К последнему движению Здесь в Америке. Это что-то... Эйтрейн пытается За культуру Переделать себе костюм Выглядит как... Нелепо До безумия Даже его собственный брат С невесткой его троллят И дети троллят Племянники Он говорит Вот тут Вот посмотри Блухак Это такая отсылка Это же у нас Синий цвет Это Полицейский И все больше и больше Сейчас в последнее время Выходит на поверхность Видюхи Где полицейские Просто злоупотребляют Своим... Почему вообще Все в БЛМ началось? Я не знаю Что именно Показывали по вашим телевизорам Может в вашем телевизорах Показывали только погромы Может показывали только То как из магазинов Выносили Ребята должны понимать Что в любой стране В любой... Вот даже сейчас Знаете как это Разбивает мне сердце Когда я его допустим Читаю допустим Те же одесские новости Или еще что-то такое Когда кто-то получает Гуманитарную помощь И пытается ее продать Или кто-то за деньги Пытается кого-то перевезти Там через границу Ребята Не бывает Абсолютно святых Абсолютно везде Ну не бывает такого Не бывает Почему в Украине Существовали тюрьмы? Почему? Да потому что сажали людей Почему в Америке Существуют тюрьмы? В каждой стране Есть преступники И только потому что Пришла война Все преступники Не взяли в голове Не переключили тумблер Все Мы теперь будем святыми И мы будем Нет Мародеры остались Существуют Мне нравилось Как мародеров Одно время Раздевали до гола И привязывали скотчем К этому К столбу Так и надо Так и надо А еще если потом Ей парад провести Там Где эти столбы Эти мародеры Бы 30 раз Бы подумали В следующий раз Прежде чем Домушничать Конечно Понятное дело Намного больше Историй Например Недавняя история Просто очень коснулась Одна Молодая пара Выехали из своего дома И потом вернулись А дом пустой Да там Техники нет Того нет Этого нет А потом Смотрят Телевизор Запрятан Под кроватью Какие-то Драгоценные вещи По шкафам По этому По всему Было распрятано Что Кто-то Какой-то Добрый самаритянин Ходил по домам И просто Прятал вещи Потому что Верил Что Кто-то говорит А может быть Он прятал Для того Чтобы Пойдем Прийти И самому Забрать Чтоб Никто Не это Не смародерничал Не знаю Ребята Ну мне хочется Верить В лучшее В людях Но то Что злодеи Есть Они никуда Не денутся Это так Когда ходили Вот эти Митинги БЛМ Были Погромы Где люди Воровали Были А когда В этом Где В Казахстане Недавно В январе По-моему Месяце Когда Были Восстания Там тоже Тоже Пошли Разворовывать Магазины Некоторые Все ли Это делали Нет Но Групки Такие Были Но Почему БЛМ Вообще В Америке Началось Из-за того Что стали Находить Больше И больше Видюшек И публиковать О том Когда Полицейские Зла употребляют Своей силой Зла употребляют Это сейчас У нас Допустим Полицейские Даже На стороне ЛГБТ Приходят Защищают Эти Прайды Да Гей Парады Как Называется У нас Парады Гордости Они Называются И тоже Там Со Знаками И в полиции Служат Представители ЛГБТ А раньше Полиции Это были Главные Враги ЛГБТ И гоняли И били И избивали А если Кто-то Избивает Даже Даже Заявление Не возьмут А это Придешь Пожаловаться В полицейском Участке Тебе еще На это Накостыляют Вдобавок Ко всему Это не были Друзьями Раньше Камер Не было Никто Ничего Не мог Доказать А ну Поди Докажи Что это Именно В полицейском Участке Но сейчас Вот век Технологий Когда люди Начали записывать И полицейские Обязаны Носить У себя Камеру На которой Они не имеют Права Нет доступа Они не могут Ее взломать И файлы Загружаются В систему Мэрии И к ней Имеет Доступ Определенные Определенные Лица Адвокаты Могут Сделать Запрос И полиция Обязана Предоставить Видеодоказательства Если Видеодоказательства Нет То это Автоматически Принимается На веру Слова Пострадавшего Если Этой Видеозаписи Нет Значит Полицейские Уничтожили Повредили Это Видео Существует Для того Чтобы В первую очередь Защитить Полицейских Но как Много Сейчас Становится Все больше И больше Доказательств Что И вот Как этот Тоже Синий Хак Говорит Я перехватил Его На подозреваемый Стал агрессивным Это они тоже Так часто Говорят На самом деле Никто там Никакой агрессии Не проявлял А Воспользовался Своей силой Проломил Бордюр Головой Несчастного Мужика Который Просто Шел Домой С работы А какая-то Белая Женщина Подумала Что за ней Идет Маньяк И хорошо Что вовремя Пришел Потому что Она показала Какого направления На нее Наготовилось Нападение Ну в общем Это вот такой Вот небольшой От вам отсылка Троллинг Про полицию Печально Конечно Было посмотреть Понятное дело Что бутчер Это делает Для того Чтобы защитить Пацана Сорвал Эмблему Мальчишка С шеей Медальон Матери И отдал Его обратно Бутчеру И ушел По-моему Это медальон Матери был И ушел В дом Обиделся Расстроился Но как бы Бутчер Он должен был Это сделать И Хью Это понял Конечно Там сцена Я не стал Вставлять эту сцену Когда тут Зеленка В лицо Там кстати Тоже в тривии Написано Как именно Они эту сцену Снимали Прикольно Кому интересно Можете почитать Ну вот Эта сцена Сцена Это был Полный Фейспаум Этот же Решил Вернуть Глубину В команду И для того Чтобы показать Кто здесь Начальник Заставил Его Скушать Бедного Тимати Это ж его Осьминожек Когда он Там Свою Подружку Шпили Вилли Осьминог Смотрел Валдел Что ты хочешь Посмотреть Тебе нравится Да Вообще Конечно Извращенец Этот Своего рода Вот это Поедание Осьминога Я сам Сидел Тут Меня Омутило Жена У него Тоже Еще Та Сволочь Порядочная Пришлось Сесть Осьминога Ради Того Чтобы Получить Место В Семерке Ну А вся История С вот Этой Русской Ниной Теперь Складывается К тому Что мы Знаем Что на Вертолете Забрали Тело Злые Русские Теперь Им нужно Попасть В Россию Как Попасть В Россию Теперь Вот Маленькая Нина Мафиозница Им Поможет Им Нужно Будет Наверное Ей Как-то Помочь Найти Кто Стащил 11 Килограмм Ее Дыхательного Порошка И Взамен Она Где Именно Прячут Солдатика Ну И Финал Финалочка Конечно Команду Взяли Суперсоника И Девчонок Отправили По домам Расстроенных И Одну В Хейджабе И ту Которая За Бадди Позитив Всех Отправили Домой А Вернули Глубину А еще Теперь Этот Решил Говорит Ну Вы Только Мальчишки Держитесь В стороне Потому Что Мы Встречаемся У нас Теперь Большая Любовь Мне Конечно Понравилось Что Звездочка Сначала Вроде Оторопела Потом Думает Ну Ладно Скотиняка Я Тебе Сейчас Устрою И Пошла Его В засос Целовать Сама В засос Целовать А За спиной Кулак Сжимает Ну Что Нужно Делать Нужно Оставаться Под прикрытием Как я и говорил Штирлиц Никогда Еще Не был Так Близок К провалу Все Ребята Оторопанил Час Семь Минут Надеюсь Что От вас Я за это Получу Хороший Жирный Лайк Может Даже Два Как Ставить Два Лайка Один Ставите Здесь Второй Под Какую Нибудь Другую Видюшку Которая На моем Канале Пишите Комментарии Надеюсь Что Видео Будет Расти И Размножаться И двигаться Дальше Смотрите Ребята Ставите Лайки Это Значит Видео Пойдет Другой Аудитории Если Я Смотрю У видео Хорошие Просмотры Хорошие Лайки Много Комментария Ребята Вы Понимаете Что Я С Ютуба Сейчас Получаю Вообще Кошкины Слезы Для Меня Вот Это Все Не Деньги Я Не Получаю Финансовую Отдачу С Этого Но Я Это Делаю Для Настроения И Для Души А Для Того Чтобы Получать Энергию Для Этого Настроения Для Души Когда Я Вижу Много Лайков Когда Я Вижу Активность Когда Я Вижу Люди Пишут В Комментариях Когда Я Вижу Что Люди Делятся Видео Потому Что Мне Хочется Прибежать И Как Можно Больше Быстрее Записать С Лучшей Подачей С Рассказами С Какими-то Интересными Фактами Записать Себе Какие-то Интересные Моментики А Когда Я Смотрю Вам Это Нахрен Не Надо То Я Думаю Ну Тогда Мне Это Нахрен Не Надо И Я Тогда Нет Не Делаю Ничего Так Что Поэтому Ребята С Моей С Я Записываю Эти Видюшки Если Они Вам Помогают Если Вам Это Интересно Если Вам Нравится Приходите Сидеть Слушать Мое Трендение На Час Ну Это Потому Что Две Серии Обычно Стараюсь В 30 Минут Ложиться Тогда Пожалуйста Будьте Активными Участниками Для Вас Это Там 10 20 Секунд Лайк Какой-то Комментарий А Мне Будет Приятно И Быстрее Выйдет Обзор На Вторую Серию Кстати Про Вторую Серию Я Буду В отпуске До Воскресенья Вечера Так что Обзор Будет Теперь Аж В Понедельник Понедельник 13 Числа Все На этом Мой Обзор Разбор Дозор Окончен Всего Хорошего И Замечательного Еще С вами Увидимся Пока